Добрый день, друзья! С вами Владимир Добров. Отправляемся на четвертьфинальные поединки с Келлинг Оупен и самые яркие моменты первого игрового дня нокаута. Итак, сегодня у нас Нака Вашья и, соответственно, Гири Карлсон. Начнем мы с радиостовения французского и американского гроссмейстера. Убирали они первой партии. Берлинский Эмшпиль, который, возможно, набил оскомину кому-то, но в целом эта позиция сверхактуальна. Началась популярность именно конкретной идеи в матче претендентов, который проходил не так давно. Ну и, в общем-то, Максим Вашья известен тем, прежде всего, своей дебютной подготовкой, помимо своих суперярких тактических возможностей и качеств. Ну и подготовил он дебютную бомбу, дебютное усиление. И, в общем-то, в этой, можно сказать, известной позиции после 28 ходов он придумал новую идею. Связана она была с ходом Аш-5. Не разобрался здесь Накамура. То есть, вот такая вот скрытая идея была связана с ударом конем на Ф-7. Прекрасный совершенно тактический трюк, который, в общем-то, приводит белых к успеху. Проблема заключалась в следующем. Ну, брать на Ф-7 пришлось, и пришлось идти вот на эту позицию Накамура, вполне возможно, не до... Как сказать, не дооценил ход Ж-4, опять-таки, темповый. Видите, что делают, как говорится, что творят канадцы, что творят французы. Постоянно такие находятся какие-то трюки. Ну, и выясняется, что черным приходится расставаться со вторым качеством. То есть, после взятия на Ж-4 Е-7 угрожает хоть ладея Ф-8. И черный переходит в такую достаточно диковинную позицию, где, с другой стороны, от белых требуется определенная техническая точность. Несмотря на два лишних качества, у черных, в общем-то, есть возможность построения каких-то мини-крепостей. Однако, и эта позиция наверняка была знакома Максиму. Он усилил до нельзя свои фигуры и в какой-то момент трансформировал преимущество вот следующим переходом в такой форматом позицию. Отжертвовал обратное качество, но при этом приобрел пешки ферзевого фланга и перешел в такую, в общем-то, позицию, где вскоре черные оказались в состоянии цукциланга. Вполне возможно, что черные могли держать эту оборону, скажем, пассивным ходом с Лонжи-4. И я думаю, что это позиция для анализа. Для многим будет полезно посмотреть, что здесь, как пробивать эту позицию белыми. Если вообще выигрыш, это тоже большой вопрос, поэтому я оставляю нашему уважаемому зрителю, то есть вам эту позицию, можно сказать, надо для домашнего анализа. Я не разбирался в этой позиции, я могу лишь сказать, что она весьма интересна. Но вот после хода ц4, как раз-таки, не хватило немножко полей, то есть неправильно расставился на Камура. Таким образом, он создал себе слабость на ц5, которую, по сути дела, элементарно теперь белые побеждают в ходом короля, и они успевают здесь поставить черных в состоянии цукциланга. Вот этот момент и настал после хода ладья g1, и Камура сдался в связи с тем, что теряется пешка h, ну и, соответственно, затем белый заходит за пешкой ц5, а затем и пешка ц4 тоже падает. Таким образом, это была первая партия этого противостояния. Максим Барши ее выиграл, и затем очень уверенно сумел отстояться в последующих партиях. Таким образом, победил в первом матче. Ну, а говоря о Магнусе Карлсоне и Аниши Мгире, тоже было очень сложное противостояние первого дня, во всяком случае. И вот в итальянской партии, в общем-то, итальянские мотивы мы неоднократно уже видели, уже наверняка вас все все давным-давно узнают. Но вот Магнус применил такую достаточно интересную идею, которая до этого не встречалась, и сыграл он, в общем-то, очень творчески. Слон a7, dm и вот конь g4. То есть, казалось бы, черные, возможно, теряют эту пешку, но идея сыграть на игровую компенсацию. Практичное очень решение, с учетом того, что до этого Магнусу не удавалось навязать свою борьбу, и гиря, в общем-то, здорово его сдерживал. Первые три партии завершились в ничью. И вот это была четвертая партия матча, где как раз-таки и предстояло решать, что будет, будет ли тайбрейк, или, соответственно, партия матча все-таки завершится в основное время. И так, конечно, Гири принял вызов, то есть он взял пешку на e5. В чем же была идея? После хода dc конь e5 черные сделали ход код g6. На этом основывалась компенсация. Теперь белый обязан, по сути дела, брать на g6, потому что возвращать коня на f3 не очень выгодно в связи с тем, что после хода ферз, скажем, f6, ну, черный конь определенные мотивы имеет, и главная сила – это чернопольный слон черной стороны магнуса. Слон магнуса, да. Ну, в общем, совершенно интересная позиция. То есть ладья идет и на d8, и поля определенные есть. В общем, компенсация присутствует. Однако у белых лишние пешки, они тоже забывать нельзя. Но они же, как говорится, играют у нас крепко и стараются держать позиции, как говорится, в рамках определенной, определенного зоны риска. И после вот взял у на g6, решил упростить позицию. И вот здесь, конечно, случилось удивительное. Они же здесь осуществил, на мой взгляд, крайне странное решение. То есть, ну, во-первых, эфир с d8, то есть, казалось, не самым лучшим выбором. Вполне возможно, что ферзь e2 среди слон c4, ну, скажем, было более осмотрительно. Ну, в этом случае черный король пошел на h7, ну, и белые вполне возможно могут играть вплоть даже до f3. С другой стороны, у черных, конечно, вот компенсация везде сохраняется за счет прекрасного слона a7. Однако, Маниши сделал следующее. Взял на d8, пошел ладья e2, и после слон бьет e3, неправильно, похоже, оценил позицию и не почувствовал вот этой вот менее проблемы. Взял неожиданно пешку. Конечно, сейчас, возвращаясь к тому, что могло бы быть, естественно, он бы взял ладью, и после хода ладья d2, ну, сделал бы тут ничью после несложных, в общем-то, движений. Объективно, после таких вот повторений, скорее всего, партия бы перешла на тайбрейт. Матч, точнее. Ну, получилось, что получилось. Взял пешку e4, таким образом, обезобразив свою структуру. Да, с одной стороны, ладья на d2 не попадает, но активизируется у черных короля. Обратите внимание, сейчас король вскоре встанет на e5. Очень сильное улучшение позиции, и Магнус, что важно, не дает перейти белому владейный эндшпиль, сохраняя легкую фигуру. То есть, очень важно, что у черных остается в живых слонах. Обратите внимание, как он его спрятал, и легкая фигура здесь дополнительного шороху, конечно, наводит. Очень сильная доминация. Теперь уже очевидно, белым нужно играть крайне осмотрительно, если вообще защита уже есть. Ну, и в какой-то момент случилась такая вот доминация. Опять-таки, про нее я уже говорил. Ворвалась ладья на 2-й ряд. Ну, и все пешки начали сыпаться, как листья. Съели одну пешку, съели вторую, съели третью, съели четвертую. И, в общем-то, после этого возник как раз-таки ладень. Здесь Магнус решил, что четырех пешек достаточно. Одну отдал, но пошла пешка на ферзевом фланге, после чего Гиря признал свое поражение. Здесь были, в общем-то, несложные технические действия со стороны чемпиона мира. И таким вот образом чемпион выиграл. Неплохая партия, на мой взгляд, и очень стратегически интересная. Советую с ней ознакомиться поближе. Ну, и, конечно, подкачиваем стратегию, в том числе удивительный ход ФЕ от Аниша. Пожелаем успеха нашим шахматистам прекрасным. Ну, а вы, уважаемые друзья и уважаемые данные, господа, подписывайтесь на канал, и мы будем очень рады этому событию. До новых встреч! С вами был Владимир Добров. Вперед! Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok